Всем большой-большой привет! У меня на канале премьера. Я купила акриловые краски и собираюсь в этом видео и в нескольких последующих видео рассказать вам какая-то замечательная вещь и какие поделки можно с их помощью делать. Начну с простого. Здесь я использовала только один цвет и украсила с помощью акриловой краски простой хлопчатобумажный мешок. Мешков я купила целую упаковку, их было 10 штук, и я потратила совсем мало денег, но я покупала в интернете. Если честно, я не знаю, в каком магазине их можно купить так. Думаю, что где-то в хозяйственном отделе. Сердце вырезала из картона просто на глаз. Вместо сердца можно было какую-то другую форму взять. Сложила пополам и вырезала одну половинку, потом развернула, развернула, и у меня получилось симметричное сердце. Вот она моя краска, темно-синяя. Чем хороша акриловая краска? Тем, что при работе ее можно разбавлять водой, а после того, как она высохнет, то она становится водостойкой. То есть, если я с этим мешком попаду, например, под дождь, то ничего с моим рисунком страшного не случится. Здесь у меня дактейп. Вместо него можно было взять любую другую клепку или клейкую ленту. Она нам нужна временно для того, чтобы сердце не скользило по мешку. А здесь у меня соломинка для питья. Вместо нее можно было взять, например, часть от шариковой ручки. Не ту часть, которая стержень, а та часть, которая вокруг стержня. Или, в общем, любую другую круглую трубочкообразную деталь. Перед тем, как переходить на ткань, я сначала первую пару отпечатков сделаю на бумаге, чтобы убедиться, что трубочка полностью равномерно погрузилась в краску. И у меня получаются целые круги, а не половинки. А теперь я иду вокруг моего шаблона. Стараюсь оставлять одинаковое расстояние между кольцами и повторяю форму сердца. Первый круг я прошла полностью, то есть у меня получилось целое сердце без отверстий. А в следующих кругах я уже пропускаю иногда. И с каждым кругом у меня все больше и больше пропусков становится. Круги получились не все одинаковые. Некоторые прокрасили сильнее, некоторые слабее получили. И на самом деле я использовала только один тюбик, но ощущение такое, как будто бы здесь несколько цветов. И синий, и серый, и даже какой-то может быть темно-зеленый. Но когда это все высохнет, то будет более равномерным. Я надеюсь, что урок вам понравился. И я жду ваших комментариев. Хотите ли вы видеть такие видео почаще? И да, будете ли вы пробовать. И кстати, если вы найдете такие мешки, то напишите, где вы их купили. Потому что меня часто спрашивают на моем канале, где я покупаю те или иные вещи. В основном, в 99% я покупаю их в интернете. И поэтому не могу дать вам хорошего ответа. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте ваши комментарии, ставьте мне большой палец вверх. И подписывайтесь на мой канал. Смотрите меня почаще. У меня сегодня такое хорошее настроение, потому что у меня начинает проходить аллергия, и голос стал лучше. Я надеюсь, что я буду снимать теперь видео почаще. До новых встреч! Пока!